Рятно, что судьба преподнесла мне такой шанс поучаствовать в создании этого уникального проекта для нашего города, который его, как я уверен, он обогатит его, сделает еще более значимым, прославит, может быть. Поэтому в первую очередь хочу сказать большое спасибо за то, что все это получилось. Работа была очень сложная, очень напряженная, интенсивная. И без всех тех людей, которые помогали все это реализовать, конечно, бы не получилось. Поэтому в первую очередь хотел поблагодарить Игоря Сергеевича Пушкарева, главного архитектора Анатолия Ивановича Мельника, главного художника города Павла Шугурова, с которым все мы согласовывали, с которым мы обсуждали все эти идеи. И коллегам, которые помогали в Красноярске, мне предоставили возможность все это воплотить и сделать в таком благородном материале, в бронзе. Ну, я считаю, что для любого скульптора воплотить свою работу в бронзе для своего родного города – это знаковое событие. И вот это знаковое событие для меня сегодня наступит. Я с самого детства мечтал сделать культуру. Я, в принципе, был уверен, что когда-нибудь такой день наступит, потому что я всегда лепил, рисовал. Но не мог себе представить, что это произойдет настолько шикарно. Так что я очень рад. И всем большое спасибо. Надеюсь, что... Ну, у меня задача была какая? Сделать так, чтобы памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому людям напоминал Владимира Семеновича Высоцкого, и чтобы они чувствовали дух Владимира Семеновича. Вот. И сегодня, после того, как этот памятник мы откроем, он уже будет принадлежать и мне, и моей работе, а вот он уже будет принадлежать всему городу, людям и вообще. И они уже будут смотреть на него. Это уже их достояние. И до этого надо было сделать так, чтобы люди были довольны. И поэтому, когда я лепил, создавал эту форму, искал этот образ, я в первую очередь смотрел, читал, изучал. За очень короткий период времени надо было очень глубоко, насколько это возможно, проникнуться в образ, понять все индивидуальности, и характер, и черты какие-то, особенности. И когда работал, хотелось создать некий такой храб, дворец, такое место, куда духу Владимира Семеновича было бы очень комфортно, чтобы он, в общем, себя узнал в этой скульптуре, чтобы он не расстроился от того, как мы ее сделали, а наоборот, чтобы он гордился нами и радовался. И постоянно у меня были на слуху и песня про памятник, где он проблему как раз вот эту вот поднимает, о том, какие бывают стереотипы, которые людям иногда дают ложное такое направление, когда люди создают себе кумира, создают идола и уходят уже, искажают образ того простого, но великого человека, который пытался всегда на своих концертах создать дружескую атмосферу. Создать атмосферу, когда говорят о серьезных вещах, очень уютно, спокойно и с любовью. И поэтому, когда, если нам удастся, сделать так, что дух Высоцкого войдет сюда, то я надеюсь, что и здесь будет всегда царить эта дружеская атмосфера. И люди, когда будут приходить сюда, они будут как бы каждый раз попадать на концерт. И я надеюсь, что это будет длиться очень-очень долго. Спасибо вам большое. Спасибо.